у нас есть какие-то файлы и папки на диске c никто о них не знает вообще пользователь что там сохраняет у нас есть документы на рабочем столе и у нас есть кастомизированный windows и мы хотим все это перенести на новый чистый компьютер и для этого что нам надо сделать отсканировать мы делаем cmd run as administrator открываем наш cmd и конечно в реальной жизни все команды которые вам буду писать буду запускаться каким-то автоматическим скриптом каким-то инструментом так мы хотим с чего начать с того что мы обратимся в наш share но проблема в том что windows точнее dos cmd не умеют работать нормально с папками общего доступа поэтому нам надо его обмануть и для этого мы ему сделаем папку общего доступа как дисковод как диск диск ю диск x и он будет думать что он работает с локальным диском ю или x а за кулисами это будет идти на наш сервер с помощью команды нет юз мы делаем map network drive и теперь диски указывает на папку на сервере видите мы видим вот на сервере наш экзешник но cmd думать что это диск ю у него локально и дает с ним работать прекрасно мы пробуем сейчас запустить с кен стейт без всяких параметров и видим что он работает и выдает какой-то вспомогательный текст прекрасно то есть у нас получилось запустить с помощью нет юза экзешник с нашего сервера теперь следующее что нам надо сделать это тот же самый нет юз только на диск x почему на диск x чтобы туда поместить файлы пользователя возьмем команду нет юз и ее тоже используем для нашего диска x то есть у нас есть два диска ю и x x это куда мы будем складывать все файлы а ю это наш экзешник установочный теперь нам осталось отсканировать этот компьютер и положить все на x все настройки и вот мы используем команду с кен стейт сканировать весь наш компьютер давайте я вам покажу что она делает мы запускаем с диска ю scan stay . x кладем все в x computer name процент компьютерный процент это переменная среды в которой сохранен наш компьютер ней имя нашего компьютера я вам сейчас это покажу если мы сделаем eco отпечатать на экране процент компьютерной % мы получим имя нашего компьютера и это переменная всегда сохраняет имя компьютера если вы хотите посмотреть на список всех переменных среды нажмите команду сет и в команде мы видим все переменные среды нашей и каждый процесс в Windows получает вот эти вот переменные, включая ComputerName. У нас, кстати, есть отдельная лекция про все эти переменные среды. Так, давайте запустим теперь эту команду и мы получаем Error. Давайте я вам объясню сначала, что она делает. Мы берем, сканируем компьютер, кладем все вот в эту папку, используя этот XML с настройками migapp, который перенесет настройки всех приложений. migdoc перенесет все документы и вот здесь проблема. Видите, мы забыли сделать config.xml. А, кстати, slasho сделает override, перезапишет на сервере существующий файл. Вот этот вот config.xml – это добавочные настройки, которые мы сейчас делаем, которые идут слой сверху существующего XML. Мы сейчас ее сделаем. Потом есть verbos – это v13 – это уровень детализации, самый максимальный, 13 уровень детализации, чтобы все подробно писал мне на экране и зашифрованный ключ, тайный ключ, чтобы на сервере вся информация была зазипована с паролем, а не любой человек мог открыть этот мой zip файл. Давайте создадим этот config.xml и посмотрим, что в нем есть. Этот config.xml – это добавочный слой, какие настройки использовать, а какие нет. Из нашего XML общего, то есть у нас есть общие XML, а есть для конкретного запуска, какие компоненты использовать, а какие нет. Так, мы идем в нашу папку там, где есть вот эти все наши XML и все наши экзешники. Вот эту вот папку, мы в нее заходим. Вот мы в ней находимся. И теперь нам надо запустить команду, которая создаст нам config.xml. То есть она возьмет все наши общие XML и создаст из них такой список компонентов. Видите, он сделал gen.config. Вот эта вот команда gen.config, ее надо один раз запустить на сервере, чтобы создать этот наш config.xml. Давайте посмотрим, что в нем есть в этом config.xml. Его, кстати, до этого не было. Вот он его создал только что, этот config.xml. Сделаем правую кнопку edit. И мы видим здесь XML. И для каждого компонента написано, его устанавливать или нет. Видите, этот компонент его переносить или нет. И тем самым мы можем, не копаясь в тех XML, в которых все очень детализировано, на уровне общих компонентов решить для конкретного запуска, какие компоненты переносить, а какие не переносить. Тем более, это единственный способ переносить или не переносить конкретные компоненты Windows. Windows составлен из многих маленьких таких модулев, компонентов. Я могу решить, какие настройки переносить на новый компьютер, а какие не переносить на новый компьютер. Это, кстати, необязательный этап, если я не собираюсь менять настройки какие-то. Кстати, здесь внизу есть интересная вещь. Например, я могу поменять имя домейна, то есть переносить настройки пользователей с одного домейна на новый домейн. То есть, если я хочу передвинуть пользователей из домейна в домейн, я тоже могу сделать это с помощью USMT, чтобы их учетные записи в новом домейне получили все настройки, все документы и настройки, которые были в старом домейне. Прекрасно. Теперь у нас есть этот конфиг XML, который добавочный слой сверху существующих XML. Мы можем запустить нашу команду. ScanState. Положим все в папку ComputerName. Будем использовать вот эти вот XML детализированные. И вот этот вот XML общий с этим ключом. Все зашифруем. И давайте перед тем, как я это запущу, я хочу вам показать, что происходит на сервере.